В эфире новости. В студии Ольга Эльфимова. Здравствуйте. О главном к этому часу. Сегодня утром во Владимире загорелся пассажирский автобус номер 24С. ЧП произошло на улице Мира около половины восьмого утра. Автобус двигался в сторону улицы Батурина. В какой-то момент в салоне появился дым. Водитель оперативно высадил всех пассажиров. Никто не пострадал. Позже началось возгорание. Пожар повредил линии электропередач. Идут восстановительные работы. Троллейбусное движение организовано только в сторону улицы Батурина. В мэрии сообщили, что ремонтные работы должны завершить сегодня к вечеру. Суд отменил заочное решение о закрытии во Владимире приюта для бездомных животных Валента. Заседание состоялось пару часов назад. Дело будет рассмотрено снова. Напомним, разбирательство началось с недовольства местной жительницы. Она пожаловалась, что приют якобы портит жизнь целому дому. Женщина с инициативной группой настаивают, бездомных животных нужно выселить. А куда, для них не важно. Вот я недавно, дней пять назад, мне мужчина один подходит и говорит, да я бы их давно спалил, если бы там не собачек. Мне собачек жалко, просто-напросто. Понимаете, уже поджигали их, потому что людям это тяжело жить, когда постоянный лай. Руководство приюта пыталось решить вопрос мирно. Предлагали отгородить вольеры дорожными шумозащитными экранами. Местных жителей это не устроило. В начале декабря суд удовлетворил их иск. Приют должны были закрыть в течение месяца. Однако сегодня решение удалось оспорить. Животные получили новый шанс. Следующее заседание по этому делу пройдет 14 февраля. Помимо представителей приюта и местных жителей, участие в нем примут и областные власти. Сейчас региональное правительство делает все возможное, чтобы подобрать для животных новое помещение. Выйти в поле нам предложили участок. Строитесь. Мы же не миллионеры. Туда надо провести свет, воду, газ, канализацию, коммуникации все. Сколько сейчас это стоит, это я даже представить не могу. Дальше помещение. Это не просто вольеры накидал и все. Это надо помещение, это надо изолятор, это надо кухня, это надо место для персонала. Потому что персонал не может среди собак находиться. Александр Авдеев поручил главе города Владимира увеличить количество сотрудников на зимние уборки областного центра. Глава региона попросил провести мониторинг состояния коммунальной техники, а также зарплат работников. Потому что очевидно, что не хватает именно людей в системе. И надо сделать выводы по итогам вот этого сезона. И наметить планы, и начать их реализовывать уже весной. В прошлом году мы приобретали технику для областных нужд. Значит, в этом году надо продолжить этот вектор и укрепить еще и кадровый состав. Мэр Дмитрий Наумов рассказал, за последние три дня в городе очищено порядка трех тысяч квадратных метров уличной дорожной сети. Продолжается посыпка тротуаров и улиц с песко-соляной смесью. При этом от жителей продолжают поступать жалобы, но уже на уборку дворов. В целом, работу нормализуем, да, не хватает количества людей, техники. Теперь осталось только точечно организовать правильную посыпку и уборку грязи, которая образуется на тротуарах для того, чтобы можно было нормально пользоваться ими граждан. Владимирская областная прокуратура открыла горячую линию по вопросам уборки снега и наледи. На нее можно сообщить о некачественной расчетке улиц и дворов. За нерасторопность прокуратура привлекает чиновников к ответственности. Причем дело не ограничивается только предупреждениями. За плохую уборку оштрафованы заместители глав администрации Суздале, Коврове и Гусь-Хрустально. Теперь сообщить о проблемах со снегом и наледью можно и по номеру горячей линии. Интересующие вопросы можно задать в рабочие дни с 9 утра до 6 вечера. Достойная зарплата, хорошие условия, высокие технологии. Губернатор посетил производство в Гороховецком районе. Одно из них обеспечивает своей продукцией. 80% стекольных заводов в России отправляет товар на экспорт в другие страны. При этом работает на заводе чуть более 40 человек. Все подробности расскажут мои коллеги. Денисовский завод в поселке Пролетарский. Это старейшее предприятие производит проволоку с покрытием из драгоценных металлов. А еще здесь делают конетель. Тонкие металлические нити для погонов. Это для вышивки знаков различия. Генеральские звезды, фуражки вышиваются, лацканы. Это чистый конетель? Это чистый конетель, да. Туда проставляют. Это вот латунная. Еще точно такая же позолоченная есть. На Денисовском заводе работают более 150 человек. Старожилы рассказывают, когда умер Сталин, посмертную вышивку на его кителе делали именно здесь. Сейчас на предприятии ведутся разработки по созданию искусственных жил из нержавеющих металлов для кардиологии. Продукция Денисовского завода востребована в разных сферах. Мы изготавливаем кабели для радиочастотных каких-то устройств, для того же телевидения. У нас есть заказчики по жгутам обустройства стадионов, аудиокомплексов. Также у нас используются, если в гражданском таком обеспечении, что более всего известно, это струны музыкальных инструментов, даже посеребряные изготавливаются. Губернатор посетил еще одно производство в Гороховце. На предприятии Полимар создают термоусадочную полиэтиленовую пленку. Она используется для упаковки стеклотары. Сейчас 25 заводов в России. Это вся Владимирская область. Все стеклотарные заводы, которые в Владимирской области, работают на нашей пленке. Ну и еще 20 заводов у нас в стране. В 2020 году завод получил звание «Экспортер года». Продукция этого предприятия поставляется в Казахстан, Грузию и Турцию. На производстве работает чуть больше 40 человек. Здесь текучка сотрудников ноль. Достойная для Гороховецкого района зарплата, хорошие условия труда, достаточно высокий для этого рынок технологии. И есть определенные планы по развитию. Нам важно поддерживать такие предприятия. Губернатор отметил, что Полимар использует меры поддержки, которые предлагает государство. Консультации, вопросы экспорта и другие. Это помогло предприятию выжить в коронавирус, а также продолжить развиваться в текущей ситуации. Александр Авдеев подчеркнул, что такие заводы – это центры развития районов. Алексей Дудин, Мария Гончарова, Дмитрий Шаталов. Сады около Дворца детского и юношеского творчества во Владимире получат вторую жизнь. В этом году начнутся самые дорогостоящие работы. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Областные власти намерены продумать подъезд к ДТЮ и понять, каким будет общий ландшафт. Сейчас эксперты оценивают стоимость работы и разрабатывают тех заданий. В проекте обязательно предусмотрят и сети велосипедных дорожек. Александр Авдеев уверен, что сады у ДТЮ станут популярным местом среди жителей города и туристов. Начнем с самых сложных и тяжелых, и дорогостоящих элементов. Это строительство дополнительной дороги, которая будет подъездная к этому парку. И обследование дамбы, обследование берегов пруда, обследование дна пруда, гидрологию сделать. Проектирование нового дамбы для того, чтобы уже потом проектировать либо набережную, либо зону отдыха, либо парковую зону. В дальнейшем, может быть, в следующий год или чуть позже приступим уже к самому благоустройству. В этом году во Владимире начнется первый этап благоустройства Площади Победы. На это уже выделили 15 миллионов рублей. Также в городе появится новый сквер. Возле дома номер 52 на проспекте Ленина оборудуют детские и спортивные площадки, прогулочные зоны. В мэрии утвердили список дворов, которые войдут в проект благоустройства. Из 103 заявок были отобрано 35. В первую очередь, это старые придомовые территории, которым крайне необходим ремонт. Также на решение повлияло количество домов, наличие сквозных проездов и пешеходных маршрутов. На благоустройство дворов в этом году выделено 63 миллиона рублей. В областном дворце культуры и искусства прошла премьера спектакля «451 градус по Фаренгейту». Постановку по произведению Рэя Брэдбери представил театр драмы. Культовый роман был написан ровно 70 лет назад, но темы, которые поднимают в нем автор, актуальны и сегодня. Подробнее в нашем материале. 451 градус. При такой температуре бумага сгорает дотла. Общество, в котором живет главный герой, пожарный Гай Монтек, уничтожают книги. Симполь огня превращаясь в пепел, и взорванные опуглившиеся страницы. И книги, как птицы, шлистя крыльями страницами, умирали, взлетают в огурные вихри, и черный ветер уносит. По мнению людей, печатные труды приносят лишь унынии дурные мысли, которые так не кстати в их идеальном мире. Но главный герой восстает против системы. Книга, она, это канва. Мы, конечно, делали в определенном смысле по мотивам. Мы добавляли какие-то темы, которых там не было, потому что все-таки роман, он немножко такого плакатного звучания. Артистам неинтересно играть Бармалеев и Золушев, понимаете, да? Поэтому мы пытались найти все время какое-то глубинное оправдание и персонажам, которые как бы считаются отрицательными. С декорацией книжные полки высотой до потолка и, конечно, огромные телеэкраны, такие же, как были у Брэдбери. Жена главного героя, как и все, любит, не отрываясь смотреть передачи и разговаривать с персонажами. Пара давно превратилась в фикцию. Все меняется, когда главный герой встречает Кларису. Это было мне близко. То, что я играла, это было мне близко. Она такая живая, молодая, юная. То есть она на все смотрит с открытой душой, с открытыми глазами. Я желаю, чтобы побольше было в мире таких Кларис, которые вот такие легкие, веселые, которые любят разговаривать, которые любят гулять под дождем. Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. Эта цитата стала эпиграфом спектакля. Человек системы, Брэдмейстер Битти, пытается привести Гаев чувство. Он никогда не сможет его понять. Он такой, он не злой демон, он просто человек, совершенно уже разочаровавшийся в этом мире. И как-то своими усилиями подталкивает этот мир к концу. Потому что с этой цивилизацией ничего хорошего, как он считает, Битти не может уже быть. Поэтому он движет мир к разрушению. В спектакле много спецэффектов. Образ огня показали через проектор. Огнетушители превратились в огнеметы. Все это усилило авторский текст Брэдбери. Многие театралы сравнивали постановку с книгой и советовали обязательно ее перечитать. Все, что предсказывал Брэдбери 80 лет назад, если я не ошибаюсь, или 70 лет назад, оно происходит на наших глазах в виде медленной, ползучей эволюции общества. Огонь, пожирающий культуру – это метафора, из которой возникает мир Брэдбери. И этот фантастический и такой пугающий реальный мир возникает на сцене, давая шансы услышать предупреждение автора. Поставить этот фантастический роман – задача непростая, но, судя по отзывам зрителей, коллектив драм-театра с ней отлично справился. Ольга Ельфимова, Мария Елькина, Евгений Адамов. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история, и вы хотите стать героем нашего репортажа, то звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Ровно в 19.00 не пропустите наш вечерний итоговый выпуск новостей.